Здравствуйте, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики, рад новой встрече с вами. И сегодня речь пойдет об Алексее Навальном. Федеральная служба исполнения наказания Российской Федерации сообщила, что 16 февраля в 14 часов 47 минут произошла внезапная смерть Алексея Навального в исправительной колонии номер 3 под названием «Полярный волк». Медики не успели оказать ему необходимую помощь, и произошло это трагическое событие. Я сразу вспомнил 2005 год, 12 ноября, смерть Заманбека Колобаевича Нуркодилова как раз в канун выборов Мусултана Назарбаева, президента Казахстана, и произошла эта смерть Заманбека Нуркодилова. Ну, время идет по кругу, я понимаю. И если взять 2005 год, Нуркодилов, Назарбаев, и сразу аналогия появляется по 2024 году, Навальный, Российская Федерация. Ну, хочу вам сказать, что когда только появился Алексей Навальный, молодой, энергичный, который смело критиковал, а власти особо не оказывали ему каких-то препятствий, я подумал, что Российская Федерация начала готовить в этом молодом человеке преемника или хотя бы какого-то руководителя страны. Думаю, как хорошо начала работать Российская Федерация в подготовке своих специалистов. Но дальше больше, когда пошло это Киров лес и другие дела, я думал, что обкатывает, специально делает ему алиби оппозиционера, и он в конечном итоге выстрелит как преемник Владимира Владимировича Путина. И когда в 2020 году в Томске господин Навальный был отравлен, самолет сел в Омске, медики города Омска оперативно оказали помощь Алексею Навальному, вывели его из того состояния и отправили в Германию. Там оказала помощь в лечении Алексея Навального и реабилитации бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель. Но я тоже подумал, в этой ситуации нужно придать и мировой статус. Думаю, все идет по плану. Задуманному руководством Российской Федерации на проведение, безболезненное проведение будущего преемника или одного из руководителей страны. Что если по возвращению Навального в Российскую Федерацию он не будет арестован, то это 100% программа руководства страны. Но мои иллюзии были развенчаны, поскольку в аэропорту города Москвы Алексей Навальный был остановлен в январе 2021 года, и после этого он уже не появился на свободе. Стало понятно, что после громких разоблачений, а мы видели, как Алексей Навальный и его соратники грамотно работали по отношению к разоблачению отравления Алексея Навального с болгарским представителем, который четко вычислил все передвижения специальных служб по отношению к Навальному. Стало понятно, что это преследование оппозиционного политика. Он вел свои соответствующие блоги, каналы и разоблачал коррупцию в Российской Федерации. Стало понятно, что он не мешал проводить политику Российской Федерации. И его, как мы помним, вначале осудили на 9 лет за махинации, а затем, уже находясь в СИЗО, он был вновь осужден и уже приговорил его суд к 19 годам за создание какого-то сообщества преступного, которое действовало в Российской Федерации. И понятно было, что Алексей Навальный является главной занозой руководства Российской Федерации. Сейчас раздаются голоса, что, конечно же, Путину это абсолютно невыгодно, чтобы власти Российской Федерации оказали какое-то влияние на смерть Алексея Навального, поскольку это работает против, что у него на носу выборы президента, и это может негативно повлиять на электорат. Но я бы хотел на примере Казахстана сказать, разве султан Назарбаев, проводя выборы президента Казахстана, хоть один раз прислушивался к мнению или учитывал мнение избирателей? Все выборы, кроме одних, были внеочередными. Он как хотел, так и расправлялся с оппозицией, объявлял выборы президента внеочередные, когда было выгодно только Назарбаеву, и он никогда не прислушивался к мнению электората и конкретно волеизъявления избирателей Республики Казахстан. Поступала команда Центра избиркома, давались определенные цифры, и вокруг этих цифр вся шла пляска избирательная в лице Центра избиркома и избирательных комиссий на местах. Разве Тукаев, когда назначал первые выборы президента Республики Казахстан, он нарушил Конституцию, и вы помните, какое было противостояние со стороны оппозиции, когда шел подсчет голосов, и на арену вышли два кандидата, Тукаев и Косанов. В наглую были подтасованы все данные, и объявлен был победителем Тукаев. Точно такая же ситуация была и на повторных выборах главы государства. Только там уже новшество ввел Тукаев. Все политические партии выдвинули единого кандидата, чтобы не было возможности у оппозиции. Как видим, диктаторы никогда не прислушиваются к реальным цифрам итогов выборов. Поэтому в данной ситуации могу однозначно сказать, что в этой ситуации прослеживается след и те действия, которые сегодня ведутся в Российской Федерации, не выдача трупа Навального. Но вот сейчас, когда я готовился к этому выступлению, я послушал выступление мамы Навального, которая сказала, что мне показали в морге труп Алексея Навального, но требует от меня определенных условий, чтобы не было массового прощания с телом Навального, чтобы можно было избежать каких-то массовых протестов по случаю смерти 47-летнего Алексея Навального. В этой связи я еще обратил внимание, что Федеральная служба исполнения наказания объявила, что в 14 часов 47 минут 16 февраля наступила скоропостижная смерть Алексея Навального. А это сообщение в СИН выдало 16 февраля 14 часов 49 минут. Всего 2 минуты прошло, если верить сообщению в СИН, о том, что скончался Навальный, и через 2 минуты уже Федеральная служба исполнения наказания объявляет о том, что произошло в далеком Салихарде, за Полярным кругом. Это вызывает, конечно, недоверие, как будто ложь сквозит сообщение Федеральной службы исполнения наказания. Ложь того, что он скончался в 14 часов 47 минут. Значит, он умер раньше. И, как в народе говорят, маленькая ложь вызывает большое недоверие. Я хочу еще отметить тот факт, что каждый человек на Земле появляется и уходит из жизни по воле Божьей. Какой бы этот человек ни был, политик, бизнесмен, ученый, преступник, в конце концов, все равно уход из жизни определяется Всевышним. И кто дал право, но султану Назарбаеву, иметь политических оппонентов, убитыми, Муркозилов, Сарсенбаев, которые устранены из политической жизни Республики Казахстан. Кто дал этим людям такое право? Никто не давал. Они сами посчитали, что они имеют право, как боги, лишать жизни своих политических оппонентов. Этого не должно быть. С этим нужно бороться. Это нужно искоренять. Как бы то ни было, произошло трагическое событие. И хоть супруга Навального сказала, что она продолжит дело Навального, зная менталитет Казахстана, Российской Федерации, что женщина Российской Федерации, конечно, не может быть лидером оппозиции. Она не сможет объединить оппозицию. Те лица, которые ведут сегодня свою политику, они просто скажут, что Юлия, занимайся своими делами, а мы занимаемся своими делами. Поэтому хочу выразить соболезнования родными, близкими покойного. И надеяться остается на то, что справедливость восторжествует. Как говорится, маленькая ложь, которую сфабриковала Федеральная служба исполнения наказания, вызывает большое недоверие. На этом я заканчиваю, дорогие мои друзья. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok